Всем привет! 250 дней войны, очередные промежуточные итоги. Последний раз я их подводил после 200 дней войны. Что произошло за 50 дней? В СУ освободили практически всю Харьковскую область, успешно наступают на Херсонском направлении, а в России прошла так называемая частичная мобилизация. Как она проходила, все видели. Результаты этой мобилизации на поле боя никакие достигнутые не будут. Но мы уже видим, что даже по признанию Генштаба Российской Федерации уже более 40 тысяч, а то и чуть ли не 80 на фронтах, а толку от этого никакого нет. Бахмут по-прежнему 7-8 атак в день взять его не могут. Не говоря уже о чем-то более крупном. Поэтому вся цель Путина сейчас сосредоточена на том, чтобы удержать захваченные территории. Ни о каких наступлениях на Киев, на другие направления речи быть не может. Сколько бы они своим языком не ляпали, что они по-прежнему должны дойти до Польши и там заключить Ялту-2 со всем блоком НАТО. Это, конечно, бред силой кобылы. Что важно, мобилизация в России показала, что воевать там желающих-то в общем-то и нет. Как я и предсказывал, и я был за объявление этой мобилизации. К счастью, она состоялась. И это показало, что российское общество готово брать Киев только на диванах на своих, смотря Скобееву и Соловьева. Больше никак. Поэтому, безусловно, никаких военных результатов достигнуто не будет России, какие она хотела бы достигнуть. Ну, максимум, конечно, такая толпа народу, она усложнит действия в СУ, потому что, в общем-то, это понятно, что вот этих всех, которых нагнали алкашей и безработных, мобилизованных, кого смогли отловить за МКАДом, они какую-то силу представляют. Ну, их просто много, да. Их надо какое-то время утилизировать, чтобы начали новую мобилизацию. А вот с этим самое будет веселое, потому что уже и Путин сказал, и Шойгу, что мы закончили все, точка поставлена, этого нам хватит. И вот, когда вот эти закончатся, а они закончатся обязательно через несколько месяцев, будет очень весело, когда в России объявят новую мобилизацию. Особенно учитывая, что в Москве план по мобилизации и Подмосковье выполнен процентов на 60, на 70, но, тем не менее, Собянин ее быстренько прекратил, еще быстрее, чем по всей России, соврав, что все планы реализованы, мы закончили. А потому что волнение, особенно в столице, начинает расти среди народа, который не понимает, за что его гонят воевать. Вот такая вот история, такие у нас итоги на 250 дней войны.